В преддверии Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом 21 мая 2016 года в Москве в Екатериненском парке прошел второй открытый фестиваль «Ради себя, ради свободы» в поддержку людей с этим заболеванием. «Ради себя, ради свободы» — это долгосрочная социальная программа, инициированная пациентскими сообществами и фармацевтической компанией ТЭВА при поддержке многочисленных партнерских организаций. Ее цель — привлечь внимание широкой общественности к заболеванию и его социальным последствиям. Тема Всемирного дня борьбы с рассеянным склерозом в этом году — независимость. Наша организация, Московское общество рассеянного склероза, существует очень давно, и мы очень гордимся тем, что сейчас на наш фестиваль «Ради себя, ради свободы», приуроченный к Всемирному дню рассеянного склероза, пришли нас поддержать огромное количество высоких гостей. Это и два департамента города Москвы и здравоохранения и социальной защиты, это единая дирекция по управлению здравоохранением, это и наши любимые врачи-неврологи, которые специализируются на лечении РЭС, это и другие общественные организации инвалидов, Межрегиональная общественная организация здоровья человека, Общероссийская общественная организация инвалидов, больных рассеянным склерозом. Так много людей пришли поддержать нас, потому что это социальная и общественная инициатива, которая была призвана привлечь внимание общественности не только к проблемам людей с рассеянным склерозом, с трудностями в передвижении, но и к их достижениям. У нас очень много мастер-классов, у нас разработана карта доступности медицинских, лечебных, революционных, культурных, досуговых учреждений, будет очень много интерактивных выставок, и есть на что посмотреть. Мы покажем свои таланты, а люди поддержат нашу инициативу рассказать общественности о том, что такое рассеянный склероз, как общаться с этими людьми, какие у них есть особенности и какая им нужна помощь. На фестивале была представлена уникальная карта доступности. В ней собраны проверенные актуальные данные о структуре неврологической помощи в разных округах Москвы, а также культурно-досуговых, социальных и спортивных объектах столицы, отобранных по параметрам доступности для маломобильных людей. Задача карты – помочь людям с рассеянным склерозом интегрироваться в городскую среду, облегчить ежедневные передвижения и дать возможность вести более активный образ жизни. Сама идея того, чтобы создалась карта доступности, пришла нам не просто так. На самом деле, каждый день мы принимаем море вопросов о том, какие учреждения, где находятся, насколько они доступны, и большую часть времени у нас уходит на то, чтобы отвечать на эти звонки, самим искать где-то информацию, готовить ее оформлять в доступном виде, распространять ее. Но это все очень сложно. Поэтому возникла такая идея создать карту, на которой будут не только лечебные учреждения, которые помогают больным страдающим рассеянным склерозом, но также и учреждения досуговой деятельности. Потому что на самом деле мы столкнулись, когда мы собираемся вместе, хотим отметить какой-то праздник или день, нам приходится очень много времени тратить на то, чтобы найти кафе, где можно посидеть. Чтобы мы могли, независимо от того, кто как передвигается, в том числе и на коляске, с ходунками, чтобы могли спокойно прийти в заведение и там отметить какой-то праздник. И было место для таких вот категорий пациентов. Также идея всегда у нас возникает пойти в театр, в кинотеатр. И тут возникает опять вопрос, надо узнать, а где же в нашем районе, где, допустим, там я проживаю, где это находится. В результате получилась такая книга. Фестиваль продемонстрировал, насколько эффективной может быть интеграция пациентов с рассеянным склерозом в жизнь общества. По-настоящему творческие, талантливые люди с тяжелыми заболеваниями не только представляли свои работы, но и лично привели мастер-классы для всех гостей. Социальную реализованность и позитивный настрой отразила фотовыставка «Каждый день лучший из жизни пациентов с рассеянным склерозом». Этот фестиваль, я думаю, поможет людям, которые столкнулись с этим заболеванием в определенном возрасте, на определенном этапе жизни, как минимум понять, что жизнь не закончилась на этом, а только началась. И чем раньше это понимание будет приходить, тем меньше времени будет потеряно на оживание соплей и грустные истории про то, что могло бы быть и чего не будет. Потому что после этого все только лучшее в зависимости от отношения к жизни. Обязательно ищите в своей жизни людей, которые верят в вас, для того, чтобы усиливать веру в самих себя. Идите дальше, открывайте новое того, что вы никогда не делали до того, как заболели, и живите каждый день максимально насыщенно, для того, чтобы каждый день был еще круче, чем вчера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!